Девчонки, здравствуйте! Всем огромный привет из Италии. И сегодня я буду записывать видео о родах, поэтому я обращаюсь к девчонкам, потому что я думаю, что это для мальчишек совсем не актуально. Видео разделю на несколько частей, чтобы оно не было очень затянутое, потому что это такая тема, про которую женщина может говорить часами. Все, кто родит, меня поймут. Первая тема, которую я хочу затронуть, это выбор роддома. Для нас было все достаточно ясно с самого начала, так как мой гинеколог один из ведущих врачей в поликлинику с педали Девари. Поэтому было сразу понятно, что рожать я буду именно там, в поликлинику с педали Девари. Центральная больница города Вари. Такой городок из больниц, расположен на закрытой территории, огорожденной. Там имеется институт медицинский, много корпусов, в которых расположены больницы разных направленностей. И вот одна из них это гинекология и остетрика. По-моему, так это читается. В ней как раз и находится роддом. Вообще, я рожала бесплатно, потому что мне задавали такой вопрос, сколько стоит, вы платили. Нет, я за роды не платила. У меня были платные приемы у гинеколога, но сами роды это была бесплатная процедура. Как для любого гражданина Италии или, как я, допустим, проживаю здесь по Пермесе-де-Саджерно, это вид на жительство, для меня это тоже было бесплатно. Но мы могли также выбрать и платную клинику. Есть много частных клиник и других больниц. И даже, по-моему, здесь можно было взять платную палату. Проживание в роддоме стоит, начиная там от 100 евро и выше за сутки. Наши критерии выбора были, во-первых, это то, что наш врач там. То есть я буду под контролем, даже если сам врач будет в выходной, то есть его команда. Они все знают, врачи интерны, медсестры, все знают, чей пациент. И как бы за мной будет обеспечен должный уход. А второе, это то, что все-таки это крупная поликлиника, большой центр, в котором в ближайшей доступности есть все профессионалы, если что-то где-то пойдет не так, в особенности детские врачи. Потому что отделение для неонатологии, для новорожденных, находится в этом же здании. И если что-то где-то не так, то врачи все рядом под боком. Параллельно со мной, вот Ржава находилась в этом здании, очень много сложных случаев, которых присылали рожениц из других городов, из соседних городочков. В Баре это столица Акулии, рядом маленькие поселочки, городочки, их очень много. И со мной параллельно рожало много девочек, у которых были сложные случаи, которых не смогли курировать хорошо в этих маленьких городочках, их отправляли в поликлинику в спидали. Потому что здесь все-таки уход, и специалисты, и оборудование, все тут имеется для сложных случаев. Для выхаживания недоношенных младенцев и каких-то там особенных заболеваний. В том числе, вот показательный очень такой момент, лежала со мной, рожала девушка, у которой была беременность 36 недель, недоношенный ребенок, у которого не были готовы легкие органы пищеварения, еще не созрели. Она сама медик была и работает в какой-то частной клинике, в которой она рассказывала там про эту клинику, какие условия для рожениц созданы. Для каждой роженицы отдельная палата, отдельный санузел, в палате стоит диван, супердиван, на котором можно разложить и отдыхать родственникам, кто ночует вместе с ней, и там суперменю, и что-то еще, и что-то еще. То есть там такие созданы комфортные условия. Это, естественно, платно было все, чуть ли не 4-5-звездочный отель. Но она, однако, она сама, когда пришло ее время рожать, и тем более у нее недоношенный ребенок, она не осталась рожать в своем роддоме, где она работала. Она поехала в поликлинику в спидали диван. Вы платите деньги в частных клиниках за наличие комфортных условий, возможно, даже люксовых условий проживания. Но это не всегда является гарантией того, что в этой клинике будет в наличии необходимое оборудование медицинское, и будут в наличии специалисты с достаточным опытом, если вдруг что-то где-то пойдет не так, если вдруг будет сложный случай с вами или с ребенком. И вот, кстати, эта девочка, она потом родила буквально через сколько-то минут после меня. Ребенка поместили в инкубатор. Если бы мне пришлось делать этот выбор еще раз, где рожать, я, конечно, выбрала бы опять поликлиника в спидали дивари. По поводу отношения в поликлинике и выбора больницы. Девушка, которая лежала рядом со мной в палате, уже когда я родила, она еще была в положении, ждала близнецов, и она такую фразу обронила, что если у тебя есть связи, если у тебя есть знакомство, то к тебе будет одно отношение. Значит, с тобой будут носиться и возиться. Но если у тебя нет этих связей, то, ну, она сказала на итальянском, то есть, значит, ты будешь один из множества больных, один из множества пациентов, которые для врачей просто неодушевленные числа. Я не знаю, почему она так сказала. Возможно, она вот и была как раз без связи, без знакомств. Я по отношению к себе не чувствовала какого-то плохого отношения или какого-то наплевательского отношения, не знаю. Я чувствовала, что за мной есть уход, связей у нас никаких нету. Вот единственная наша как бы связь, это был тот самый мой врач, мой медик-гинеколог, который наблюдал всю мою беременность, к которому я ходила в платную частную студию. Можно это назвать связью, не можно, я не могу сказать. Но и когда меня госпитализировали с угрозой прервания беременности, и когда я уже лежала в больнице для того, чтобы родить малышку, я оба раза чувствовала, что за мной должный уход, что всё хорошо. У меня только, я могу сказать, только самое лучшее обо всём медперсонале этой больницы, обо всех медицинских работниках. Не обо всех, но об этом чуть позже. Но как бы врачи, медсёстры, это всё было на наивысшем уровне. Лицо в фокусе, квадратик на лице? Да, да. Мишка на фонде саде. Отлично. Ну всё, спасибо. Так, подожди, а как я по центру? Мне кажется, что немножко больше сюда. Ну, там, Мишка вот, смотри, вот так. Да? То есть, оно нормально, да? Я не вот так, ещё есть тут место? Есть место немного, но рука твоя ниже к нам уже. Просто мне кажется, что я не в центре. Ты не в центре далеко. Знаешь как? А если на три части поделить? Вот, я же говорю, ты где-то между... А вот тут я как хорошо смотрю, то... Нормально, сиди уже, тебя видно. Вот, мать, вот так, подключить. Спасибо. Там, где-то руку показывает. Руку. Идёт. Идеально всё. Вот так. Всё, есть? Какая-то прохладная, но я не хочу сейчас. Сейчас начну, чтобы мне малышка мясо нарезка. Спасибо. Я красивая? Давай. А мне идут мои новые волосы? У меня всё устроено. Окей, вам ими. Скажешь, что вы молодец, скажешь. Да? Ну ладно, давай, победи всем. Спасибо. 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 Спасибо.